Всем привет! Вот и движется к концу дачный сезон, а значит пора задуматься об укрытии растений на зиму, позаботиться о том, чтобы их не попортили грызуны и они не погибли от морозов. И сегодня я расскажу, как ухаживать за плодовым садом, за декоративными растениями, чтобы их подготовить к зиме, чтобы они благополучно перезимовали и в следующем году порадовали вас щедрым урожаем, а также пышным цветением. Пожалуй, начнем работы с плодового сада. Наверняка у каждого огородника, дачника на участке растут яблони и груши. Так вот, эти деревья нужно должным образом подготовить к зиме, особенно когда эти деревья еще молодые. Что же нужно сделать? Во-первых, нужно очистить приствольные круги от старой мульчи и опавших листьев, а также от сорняков, потому что в этой мульче старой в листьях зимуют различные насекомые, вредители, а также фитопатогены. Поэтому все это нужно с приствольных кругов убрать, чтобы получилась чистая земля. Однако, голую землю оставлять нельзя, потому что корни могут подмерзать у молодых деревьев. Когда мы убрали эту всю мульчу, выбросили где-то на компостную кучу, либо сожгли, приствольные круги обязательно нужно замульчировать перепревшим компостом, либо навозом. И вот этот компост, либо навоз послужит одновременно и утеплением для корневой системы, и в следующем году послужит для деревьев дополнительным, в принципе, а может быть и основным питанием для нормального роста и развития. Под одно молодое деревце, вот посмотрите, у меня здесь яблонька, ей примерно три года, понадобится два-три ведра перепревшего навоза, либо компоста. Аккуратно засыпаем вокруг приствольного круга, мульчируем весь этот приствольный круг, и все, и яблонька остается зимовать. Второй момент. Обязательно нужно побелить стволы плодовых деревьев, особенно молодых деревьев, потому что весной случаются сильные заморозки, а днем светит солнце, еще лежит снег, снег отражает солнечные лучи, и разогревается кора, начинает циркулировать сок, затем ночью мороз, и кору разрывает, получается морозобойный, а также на коре образуются солнечные ожоги. Так вот, в обязательном порядке стволы деревьев нужно белить в осенний период, не весной, весной побелка просто подновляется, обновляется. Основная побелка, покраска стволов, выполняется в осенний период. Дождитесь, когда установится осенью более-менее хорошая погода, без дождей, хотя бы несколько дней, чтобы было, и побелите стволы деревьев. Для побелки, кстати, лучше использовать не классические побелки на основе извести или мела, а садовые краски. В них уже есть фунгицид, обычно это меднокупорос, и эти краски долговечные. Один раз покрасил, и на весь сезон хватает. Если, например, у вас уже на улице морозы какие-то наступили, снег, идет дождь, нет возможности побелить деревья, вот эти стволы, то можно использовать для обвязки стволов белый спонбонд. Он также, как и побелка, отражает солнечные вот эти лучи, и кора не будет разогреваться, а значит дерево лучшим образом переживет сложную зиму. Что касается укрытия молодых саженцев от морозов. Например, те же яблони и груши, которые растут в наших условиях, они обычно районированы, то есть приспособлены к нашему климату, к сильным морозам, к сильным перепадам температур, и в принципе большинство сортов выдерживают сильные морозы до минус 30-40 градусов. И в укрытии могут и не нуждаться. Но обычно мы их укрываем. Для чего это делается? В первую очередь это защита от грызунов, от зайцев. Потому что если не укрыть стволы молодых деревьев от грызунов, зайцы обглодают всю кору, и молодые саженцы погибнут. Только лишь большие деревья, уже старые, с огрубевшей корой не подвергаются нападению грызунов. Разве что в очень снежные зимы, когда снежный покров достаточно высокий, метра полтора снега, и затем зайцы могут до каких-то скелетных ветвей добраться. А так старые деревья не страдают. Страдают обычно молодые. Поэтому их желательно обвязать. Можно использовать обычную металлическую сетку, воркут ствола ее обмотать, чтобы зайцы не добрались. Можно использовать мешковину, либо белый спонбонд. Вот эти материалы можно обворачивать. У кого есть в доступе еловый лапник, можно обвязывать молодые деревья еловым лапником. В этом случае, опять же, зайцы их не повредят. Кроме плодовых деревьев, нужно позаботиться и о декоративных растениях. И в первую очередь, это розы, которые растут практически у каждого на участке. Есть различные виды и группы роз. Например, я больше всего люблю розы флорибунда. Почему? Потому что эти розы выносят короткую обрезку. И в этом случае их проще укрывать. Розы флорибунда я обрезаю примерно на 20 см. Бывает даже и на 10 см. Выполняю очень короткую обрезку. И вот эти пеньки легко укрыть. Для укрытия я использую обычную землю с огорода. Беру несколько ведерок земли и засыпаю полностью кустики. И вот под этим слоем земли розы благополучно зимуют. Затем весной, когда уже почва оттает, землю отгребаю и кустики трогаются в рост. Самый доступный способ укрытия. Но есть, конечно же, розы, например, те же плетистые. Вот перед вами огромный куст. Для таких роз короткую обрезку выполнять нельзя, потому что мы потеряем пышное цветение. Поэтому нужно укрывать сами побеги. Как видите, розы еще зеленые. У нас не было сильных еще заморозков. И розы укрывать достаточно рано. В принципе, к укрытию роз нужно приступать, когда установятся по-настоящему устойчивые минусовые температуры. Температура воздуха опустится хотя бы до 3 градусов мороза. В этом случае уже розы можно укрыть. Если поспешить с укрытием роз, то розы могут выпривать. А также там могут развиваться различные грибные заболевания. Поэтому не спешите, дождитесь устойчивых холодов. Вот здесь розы еще зелененькие. Есть листочки зеленые. Поэтому укрывать, конечно же, еще рано. Когда ударят морозы, тогда я буду и приступать к укрытию. Как я это делаю? Во-первых, окучиваю корни перепревшим навозом, либо компостом. Особенно хорошо использовать конский навоз. Засыпать корневую зону. Затем вот эти все побеги я немножко подрежу. Все-таки вот эти верхушки, они не возревают. Поэтому верхушку, вот такую невызревшую, можно спокойно обрезать уже даже сейчас. И выбрасывать. Значит, листочки нижние потихоньку можно тоже подрезать, чтобы побеги лучше возревали. И подготовить более-менее кустик к зиме. Слабые побеги удалить, какие-то сломанные, поврежденные. Затем все эти побеги связать в пучок, прижать к земле штырями. И затем, когда уже наступят морозы, укрыть. Как их проще всего накрывать? Это использование спонбонда. Ставите дужки обычные, там может из плотной проволоки какой-то, может для огурцов у вас парнички есть. Вот эти дужки поставили. И два слоя плотного спонбонда накинули. И укрытие готово. Причем торцы укрытия можно пока что не закрывать. Когда уже становятся по-настоящему сильные морозы, выше минус 10, даже 15 градусов, потом вы можете эти торцы закрыть. Но если у вас нет возможности приезжать на дачу зимой, чтобы делать стационарное хорошее укрытие, то сразу закрывайте эти торцы, полностью готовые укрытия делайте. И со спокойной совестью уезжайте в город. А весной вы раскроете розы, проветрите, обработаете бордосковой жидкостью, прольете обязательно после укрытия водой чистой, и они тронутся в рост. Ну и, конечно же, основная работа в саду осенью – это обрезка и укрытие винограда. Виноград нужно резать осенью. Весной обрезку нежелательно выполнять, потому что виноград будет плакать, будет вытекать сок, и куст может, особенно взрослый куст, попросту погибнуть. Поэтому и обрезку выполняем в осенний период. Значит, в зависимости от возраста куста выполняется разная обрезка. Например, если у вас молодой саженец, однолетний, и там только одна лоза, одна штучка, значит, такой виноград нужно формировать. В первый год обрезается только невызревшая часть побега, остальное все оставляется. То есть, минимально обрезка выполняется, и виноград укрывается. На второй год формируются уже две лозы. Вот эти две лозы уже нужно обрезать капитально. Оставлять на каждой лозе по четыре почки. Остальное все срезается. В принципе, можно оставлять и по две почки, но всегда оставляется еще две почки на запас. Вдруг где-то зимой что-то подмерзнет, чтобы весной не произошла негативная ситуация. Поэтому весной, когда уже пойдут молодые побеги, почечки проснутся, лишнее можно выломать. Значит, а на третий год уже формируется взрослый куст. Формируются четыре лозы. И вот эти четыре лозы уже обрезаем на восемь почек. Оставляем по восемь почек на каждой, остальное все удаляем. Затем, после обрезки виноград обязательно нужно обработать. Медсодержащим препаратами для профилактики заболеваний. Лучше всего использовать бордовскую жидкость, либо есть такой еще фунгицид азофос. И вот этими фунгицидами обрабатываем лозу. Конечно же, обработку выполняем в погоду солнечную, когда нет дождей, чтобы раствор задержался на лозе. Затем, когда лоза просохнет, ее можно уже связывать в пучки, немножко пригибать, готовить к зиме. Но к укрытию приступать опять же рано. Укрытие винограда в средней полосе России, да и в Беларуси, выполняется в конце ноября, а то и в декабре. Когда установится по-настоящему морозная погода и температура опустится ниже 3 градусов мороза. Вот тогда и начинаем укрытие лозы. Как же можно эту лозу укрывать? Лучше всего использовать спонбонд и агроволокно. Например, пригибать лозу, ставить дужки и укрывать вначале слоем агроволокна, а потом слоем плотного спонбонда. И получается, если виноград посажен в ряд, получается такой тоннель. Укрываем, прижимаем камнями, либо досками. И так виноград зимует до весны. И зимовка обычно хорошая. Конечно же, в таких более северных регионах, в Ленинградской области, еще севернее где-то, виноград нуждается в более серьезном укрытии. И обычно лоза укладывается, под нее подкладывается лапник елову, например, либо какие-то ветки. Затем все обкладывается соломой, укрывается специальными материалами, которые не промокают. Например, черной той же пленкой можно укрыть, а сверху еще несколькими слоями спонбонда. Делается такое капитальное укрытие. Но в наших условиях, например, в Беларуси, такое серьезное укрытие не обязательно делать. К тому же, вот такое укрытие плотное, например, той же соломой привлекает грызунов. И очень часто грызуны объедают виноградную лозу. Все выгрызают и уничтожают. Поэтому все же иногда лучше пожертвовать подмерзанием, допустить подмерзание, чем грызунов. Потому что от подмерзания куст можно спасти, а грызуны иногда могут уничтожить полностью растения. У многих дачников появляются вопросы. Нужно ли укрывать молодые саженцы-голубики или даже взрослые растения? В Беларуси и в средней полосе России голубику укрывать не нужно. Потому что большинство сортов голубики выдерживают сильные морозы до минус 30, а то и до минус 40 градусов. И в укрытии никак не нуждается. Тем более, что молодые кустики еще совсем маленькие. И обычно полностью погружены под снежный покров. И под снегом они зимуют просто прекрасно. Укрытие может саженцам лишь навредить. Начнут развиваться различные грибковые заболевания. Начнется фомопсис, какое-то усыхание ветвей. И кустики будут затем весной плохо развиваться. Поэтому голубику мы не укрываем. На зиму ничего не нужно делать. Вот они в открытом грунте зимуют прекрасно. А затем весной уже начинаем подкормки, обработки и так далее. Чтобы кустики хорошо развивались, быстро тронулись в рост. Конечно же, это не все работы, которые нужно успеть сделать до зимы. Еще нужно разнести компост, попилить дрова, навести порядок в хозяйственных помещениях. Позаботиться о сохранности урожая, расставить ловушки от грузнов и так далее. На это все остается не так уж много времени. Поэтому нужно поторопиться и приложить немалые усилия. Но в принципе, если постараться, можно все успеть. И в следующем году вы обязательно получите отличный урожай. А на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok